В эфире новости в студии Ольга Ильфимова. Здравствуйте. Говорим о самом важном к этому часу. ФСБ ликвидировало во Владимирской области подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. На жителей Александровского района возбудили уголовное дело за ее организацию. Нарколабораторию 25-летний парень разместил прямо у себя дома. По версии следствия, молодой человек синтезировал в домашних условиях мефедрон в промышленных масштабах. У него было изъято почти 14 килограммов наркотика, а также оборудование и химические реактивы для его производства. Парень был задержан и заключен под стражу. В части домов Октябрьского микрорайона города Владимира сегодня отключат тепло и горячую воду. Это произойдет из-за плановых ремонтных работ на сетях. Они будут проводиться в районе дома номер 45 по улице Тракторной. В это время в 64 домах тепла не будет вовсе, а в 90 снизят температуру теплоносителя. Конкретные адреса можно посмотреть на сайте Т+. Отключение продлится в течение 8 часов. Оно запланировано в ночь со среды на четверг с 10 вечера и до 6 утра. В Владимирскую область на отдых и реабилитацию приехали дети из Луганской народной республики. 24 ребенка от 7 до 17 лет и 19 законных представителей. Это гуманитарная акция по инициативе губернатора Александра Авдеева и главы ЛНР Леонида Пасечника. Семь из детьми были вывезены из 8 населенных пунктов, ряд из которых подвергается обстрелам. Дети соскучились по общению со сверстниками, поскольку у себя дома они не посещают школу. Все обучение проходит дистанционно. Дети из Сватовского и Троицких районов Луганской народной республики с целью оздоровления будут вывезены во Владимирскую область на две недели на оздоровительный период и на реабилитацию. На границе ЛНР колонну с луганцами встретили комфортабельные автобусы из 33 региона. В отправке принимал участие спецпредставитель губернатора. Нашу область детей, а среди них есть и инвалиды, сопровождает главный врач Владимирской станции скорой медицинской помощи Георгий Жуков. Задача медицинское сопровождение детей из Луганской республики для отдыха на территории Владимирской области. Понятно. Добрались хорошо? Все в порядке? Все успешно. Я думаю, что и обратный путь точно так и не будет. Все хорошо. Спасибо. В России с 1 марта вступает в силу новый закон. Согласно ему, в квартирах и домах многодетных семей обязательно должны появиться пожарные извещатели. Ранее эта мера носила всего лишь рекомендательный характер. Кто займется установкой нового оборудования и сколько это будет стоить, расскажут мои коллеги. Резкий и неприятный звук – залог вашей безопасности, говорят спасатели. Ведь чаще всего жертвами пожаров становятся люди, которые еще во сне отравились угарным газом. Шанс вовремя проснуться – один на миллион. Чтобы предупредить трагедию, в доме устанавливают автономные пожарные извещатели. Они реагируют на дым резким писком. Пока это лишь рекомендация. Но уже через месяц, с 1 марта, дымовой датчик станет обязательным атрибутом домов, в которых живут многодетные семьи. Ну вообще это очень полезная вещь, особенно когда дети в доме остаются без присмотра. Поэтому, да, конечно, это необходимо, чтобы вовремя, так сказать, узнать о том, что в доме что-то не то. Звук довольно-таки громкий. Мне кажется, его можно даже услышать, наверное, с соседних участков. Стоимость такого извещателя начинается с одной тысячи рублей. С его установкой справится любой. Без привлечения специалистов. Спасатели также проверяют новостройки. В многоквартирных домах система пожарной безопасности установлена изначально. Если в одной квартире срабатывает датчик, в здании блокируются лифты и запускается процесс дымоудаления. Вот в этом доме имеется противопожарное снабжение. Например, открываем пожарный скап, в котором имеется пожарный клапан. Пожарный рукав и подсоединен к пожарному стволу. Также в данном доме имеется система дымоудаления. То есть она смонтирована на каждом этаже дома. Противопожарным шлангом жители могут начать тушить огонь еще до приезда спасателей. Именно поэтому он должен находиться в исправном состоянии и в доступе для всех. Такие профилактические проверки сотрудники МЧС проводят в каждом новом доме в течение года после сдачи квартир. На данном многоквартирном жилом доме проведен обязательный профилактический визит, что собой подразумевает доведение до управляющей компании основных требований пожарной безопасности, порядок присвоения категории риска. Сотрудники МЧС напоминают о безопасности. Должны беспокоиться и сами люди. В общих коридорах, подъездах и лестничных клетках нельзя хранить вещи и делать перепланировку. Это может помешать в чрезвычайной ситуации. Ирина Начарова, Мария Гончарова и Андрей Беляков. Жители Владимирской области теперь занимают в ломбардах реже, но больше. В прошлом году в регионе оформили займы на общую сумму свыше 800 миллионов рублей. Такие данные приводят во Владимирском отделении Банка России. Подсчитано, что в среднем владимирцы берут в долг в ломбарде порядка 14 тысяч рублей. Чаще всего под залог ювелирных изделий. Всех заемщиков в Банке России просят обращать внимание на то, с какого дня ломбарды начинают проценты. Многие делают это со дня оформления договора, но это неправильно. Ломбарды должны начислять проценты со следующего дня после предоставления займа, если этот займ не был погашен в день выдачи. Такая рекомендация содержится в информационном письме регулятора. Сегодня в России отмечается День студента и Татьянин день. Молодежь областного центра приглашают провести праздник по-спортивному в ледовом комплексе Владимир на проспекте Ленина. Гостей заманивают розыгрышами и конкурсами с призами, а также неоновой дискотекой на льду. Вход для виновников торжества бесплатный. Организаторы обещают также интерактивные площадки и тематические фотозоны. Студентам и Татьянам, чтобы пройти без оплаты, нужно будет всего лишь показать паспорт и студенческий билет. Гостей в ледовом комплексе ждут к 7 часам вечера. Приятные сюрпризы 25 января ранее пообещал и Владимиро Суздальский музей-заповедник. Ряд экспозиций сегодня будут работать бесплатно. Эту акцию наши музейщики проводят ежегодно и в этот раз от своих традиций тоже не отступают. В Суздальском районе появится специальный вагончик для стерилизации и лечения бездомных животных. Он будет создан на средства президентского гранта. Уже к весне мини-клиника должна начать свою работу. В ней волонтеры смогут бесплатно простерилизовать около 350 бездомных животных. Все подробности в нашем материале. Благотворительный фонд «Дорога добра» появился два года назад. Несмотря на юный возраст, организация уже сделала многое. Недалеко от деревни Бородино появился полноценный приют для бездомных животных. Ну что, сейчас гулять пойдем. Гулять пойдем, Сири. Гулять пойдем. Сегодня в приюте живут 30 собак. Несколько на передержке в квартирах. Волонтеры говорят, у каждого животного зачастую своя печальная история. Кого-то нашли на улице и обратились к нам. Кого-то мы сами в постах увидели, что нуждается в помощи. Из последних, допустим, щенки нам позвонила девушка. Восемь щенков прямо на трассе были возле деревни Старый двор. Мы, естественно, не смогли пройти мимо, забрали их себе. То есть, ну, прям по-разному. Но в основном, да, с улицы. Либо были, либо выбросили. В приюте всех собак стерилизуют или кастрируют. В прошлом году на эти цели волонтеры получили грант – 500 тысяч рублей. Для животных организовали несколько оттапливаемых вольеров. Здесь хвостатые могут адаптироваться или восстановиться после операции. В этом году благотворительный фонд получил уже 2 миллиона 700 тысяч. Совсем скоро на территории приюта появится долгожданный СОС-вагончик. Там ветеринары смогут проводить бесплатную стерилизацию бездомных животных и делать несложные процедуры. Например, ставить прививки хвостатым пациентам. Волонтеры подчеркивают, они оказывают помощь только тем животным, которые остались брошенными. Бесплатно стерилизовать своего питомца в приюте нельзя. У нас включены мероприятия по обучению зооволонтеров. Это такая ниша новая достаточно. Зооволонтерам порой трудно взаимодействовать с животными, потому что они не знают как. Как отловить собаку агрессивно, как лечить на улице какими препаратами. В этот раз в грант мы включили одно только мероприятие, но надеюсь, что оно все-таки пойдет на пользу. Анна познакомилась с Юлей в социальных сетях. Впервые, увидев собаку из приюта, поняла, она не может остаться равнодушной к их беде. Теперь все свободное время Анна посвящает помощи. Девушка говорит, проблема с бездомными животными сегодня как никогда актуальна. Приют очень хороший, хочется помогать на самом деле. У них теплые отапливаемые вольеры, постоянно меняем сено, убираем, премиум корм, супер премиум корм. Постоянно вода в доступе, прогулки, вот рядом лес. Не убегают? Нет, нет, все слушаются. Волонтеры регулярно проводят экскурсии в своем приюте. Туда можно приехать всей семьей. Собаки добрые, ласковые и всегда рады новым друзьям. Здесь с ними можно поиграть, погулять на поводке или просто погладить. Ольга Лефимова, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история, вы хотите стать героем нашего репортажа, то звоните в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Ровно в 19.00 смотрите наш вечерний итоговый выпуск новостей. Субтитры создавал DimaTorzok